Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об отсрочке оформления полиса ОСАГО для автомобилей, въезжающих в Россию с территории ДНР, ЛНР и Украины. Документ вступил в силу 28 июня. Подробности далее в сюжете. Закон дает гражданам, въезжающим на территорию Российской Федерации на личном транспорте, право отсрочки на оформление ОСАГО сроком на 90 календарных дней, считая с даты въезда. Эта норма будет действовать до конца года. В случае ДТП с участием такой машины, если оно произошло в нынешнем году, потерпевшие будут иметь право на получение компенсаций за счет профессионального объединения страховщиков. Размер страховых выплат составит до полумиллиона рублей в случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего и до 400 тысяч в части возмещения вреда причиненного имуществу каждого потерпевшего. Граждане ДНР и ЛНР смогут пересекать российскую границу без ОСАГО. При этом с них не снимается обязательство по оформлению полиса по истечении отсрочки, то есть через три месяца после пересечения границы. Принятые к закону об ОСАГО поправки будут распространяться на все страховые случаи, зафиксированные с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Стоит добавить, что инициатором поправок стал депутат Госдумы РФ Константин Затулин, который объяснил мотивы продвижения законопроекта. Этот законопроект нужен, чтобы сбеженцев из Украины не брали немедленно суммы за автостраховку, а перенесли эти обязательства на три месяца. Важно, чтобы люди, которые бегут под нашу защиту и едут в Россию, понимали, что здесь их примут и примут так, чтобы они никогда не сомневались, что выбрали нужное направление. РСАГО берет на себя выплату компенсации тем, кто пострадает от автомобиля с украинскими номерами. Хочу обратить внимание, 19 апреля мы приняли в первом чтении этот законопроект, и нам потребовалось два месяца непрерывных согласований. Четыре или пять редакций этого закона, чтобы, наконец, надеяться, что он будет принят. Сняты возражения во втором и третьем чтении. Продолжение следует...